Когда я ходил на рукопашный бой, у меня был замечательный тренер, и он давал нам такое упражнение. Вам нужно сесть в позу, в любую стойку, где вы немножко полусогнутых коленях. То есть вы садитесь в полусогнутые колени и держитесь, насколько это возможно. Есть еще поза орла или стойка орла, это когда вы руки выносите в стороны и держите тоже, насколько это возможно. Таким образом, тренер нам говорил, что вы можете понять, что значит сила воли. И как раз сегодня мы будем прокачивать таким образом силу воли. По крайней мере, вы почувствуете, как нужно работать с силой воли. Ваша задача вынести руки в стороны и держать, сколько вы сможете. И мы с вами не будем прокачивать именно время удержания этих рук. Наша задача не в этом. Наша задача почувствовать, как нужно работать с силой воли. А именно, как только у вас появится желание опустить руки, продержитесь хотя бы еще 5 секунд, хотя бы 3 секунды, можете 10 секунд, 10 секунд, можете 20, 20, и вот вы еще держитесь 20 секунд, и опять появляется желание опустить руки, потому что невозможно, тяжело, и вы еще чуть-чуть уговорите себя, 2-3 секунды, скажите еще немножко, еще немножко, и вот опять хочется опустить руки через 5 секунд, вы еще говорите себе, что немножко можно подержать руки. Это и есть прокачка силы воли. Ваша задача сделать таких заходов, например, два Что это значит? Например, вы руки вынесли в стороны, захотелось их опустить, вы продержались еще 5 секунд Потом еще продержались 5 секунд и хватит, руки опустили Потом вы начинаете увеличивать время этого упражнения Например, вы могли держать руки всего лишь 5 минут Либо в стойку, садитесь, когда полусогнутые колени, и вы тоже держитесь, насколько это возможно Например, 5 минут постепенно увеличиваете плюс 10 секунд, потом еще плюс 10 секунд вы постепенно время увеличиваете И, например, если вы стоите 20 секунд, то за счет силы воли вы еще добавляете плюс 10 секунд. И потом еще, например, плюс 5. И этого достаточно. И постепенно-постепенно время у вас увеличивается. Окей, вы поняли, как это делается. После этого вы переносите эту прокачку, именно силу воли, вы переносите на другие ваши жизненные ситуации. Например, вы отказываетесь от сладкого. И вот ваша задача, если вы отказываетесь от сладкого, например, не съесть кусочек, который вам предлагает друг. Всего лишь один кусочек. Домой придете, скорее всего, может быть, вы даже сорветесь, может быть, такое. Но в любом случае, вы первый раз, когда вам что-то предложили, вы от этого отказались. Например, вы находитесь в какой-то стрессовой ситуации. И вам хочется от этой ситуации убежать. И вот ваша задача немножко в этой ситуации еще побыть. То есть вам страшно, вас колбасит, вам как-то не очень. И вот уже есть желание убежать, убежать. Не убегайте. Останьтесь на 5-10 секунд. На 20 секунд сколько сможете продержаться. То есть еще чуть-чуть. Когда вам где-то неприятно, немножко зависните там, совсем чуть-чуть. Если вам больно, тяжело, но мы сейчас не говорим о каких-то жестких травмах, где вы что-то сломали. Не дай бог, конечно. Я говорю там, где, например, вам тяжело нести сумки, пакеты. Вы держите их в руках и вам очень тяжело. И вам хочется их поставить на пол. Подержите их еще 10 секунд, 15 секунд, сколько сможете. Не сразу поддавайтесь импульсу. Не сразу сдавайтесь. А немножко подержите. В любых ситуациях увеличивайте то время, которое возможно увеличить. Когда мозг говорит, все, хватит, хватит, завязываем с этим. Нет, я не буду. Увеличите время. Игнорируйте мысли, которые к вам приходят. Игнорируйте тело, которое вам говорит, сдавайся. Сдавайся. Ничего тебе больше не надо. Сдавайся. На тебя никто не смотрит. Никто тебя не будет осуждать. Сдавайся. А вы говорите, нет. Еще 5 секунд. Еще 10 секунд. Может быть 30 секунд. Может быть 5 минут. Может быть 10 минут. Но немножко вы все-таки еще продержитесь. И это есть прокачка силы воли. Есть очень простое правило, ребята. Что тренируешь, то и получаешь. Сила воли, с одной стороны, это также и выдержка. Когда вы можете продержаться дольше, больше. Сила воли, это когда вы сдерживаетесь и не берете то, что могли легко взять. То есть у вас есть какие-то психологические процессы, физиологические процессы, биологические процессы, которые управляют вами. Но как только вы начинаете прокачивать чуть-чуть, каждый день силы воли, вы сможете управлять тем, что управляет вами. И это и есть самое крутое, действительно самое крутое упражнение, которое только может быть по силе воли. Самое главное, тренироваться. Каждый день безостановочно тренироваться совсем по чуть-чуть. Не нужно слишком сильно преодолевать себя. Достаточно 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд. Постепенно, по чуть-чуть вы будете увеличивать время И в какой-то момент вы поймете Вы увидите, что оказывается, а реальность-то ваша изменилась Оказывается, что теперь вы можете управлять собой, а значит можете управлять реальностью Совсем по чуть-чуть начали вы работать силой воли И постепенно ваша сила воли очень хорошо прокачалась Поэтому, пожалуйста, применяйте эту методику и пусть у вас будет все хорошо Если у вас есть вопросы, вы можете писать вопросы в комментариях Если вам интересны другие мои видео Если бы вы хотели, чтобы еще видео выходили, тогда ставьте лайк Обязательно подписывайтесь на канал, потому что это меня мотивирует Я вижу, что добавляются подписчики Я действительно смотрю эту статистику Я хочу сразу же сделать что-то еще Хочу еще вам передать информацию Поэтому подписывайтесь на канал Не просто смотрите, о, интересно какое видео Не просто смотрите, законспектируйте, примените Посмотрите на результат Скажите, как это было классно Спасибо, что я смог это сделать Спасибо Диме, что он дал эту методику И напоминаю, что у меня есть телеграм-канал Что у меня есть паблик Вы можете зайти туда, посмотреть, что там у меня есть Я тоже там даю разные наработки Всякие разные методики Смотрите, наблюдайте, внедряйте И все у вас будет хорошо Пока Дмитрий, таким образом силу воли не прокачаешь Если человек слабое существо, то он таким и будет Ничего в жизни не изменится Потому что я знаю, я же такой же, как они, неудачник Поэтому я всегда пишу во всех комментариях это И вот я пошел Пошел я вздрачну Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо